Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Татьяна Курячья. Итак, мы продолжаем нашу тему. Добро пожаловать в Клуб профессионалов МЛМ. У вас было два занятия. Первое – это моя статья «Запретная зона директора Фаберлик». И у вас было домашнее задание, вы должны были сделать. И вторая тема – это «Организуй 100 баллов». Итак, мы переходим к следующей теме. И я вам напомню то, что у нас было прописано на прошлом видеоуроке. Что очень важно, действуем опять с плюсом, какие есть важные факторы. Первый важный фактор – это «Организуй 100 баллов». Вы должны делать обязательно 100 баллов по разным параметрам. Я вам объясняла на прошлом уроке. И сегодняшняя наша тема – это «Методика поиска и вовлечения». Следующая у нас будет «Обучение и подготовка». И следующее – «Выполнение задания». Точнее, выполнение задания будет после каждой темы. Итак, мы переходим к «Методике поиска и вовлечения». Я вам еще раз напоминаю, что «Действуй на 5 плюсом» – это наша тема уроков. И сегодняшняя поиска «Методика вовлечения». Смотрите, что вам необходимо сделать. Первое. Вам необходимо написать все методы, которые вы знаете. И напишите все методы, методы привлечения. Их огромное количество. И мастер-классы, и флешмобы, и листовки, и объявления в газету. Это и соцопросы, и раздача листовок, и дни открытых дверей, и все остальное. Вам необходимо написать все методы, которые вы знаете. Это вам домашнее задание. Если вы чего-то не знаете, обратитесь, пожалуйста, к своим наставникам. Они вам расскажут, какие методы существуют. Второе. Второй и самый важный метод – это составление списка знакомых. Составить список знакомых. Очень странно бывает, когда многие консультанты мне говорят, у меня нет знакомых. Я очень удивляюсь, потому что, получается, эти люди не выходят из дома. Потому что у них есть родственники, у них есть знакомые, есть друзья, есть люди, с которыми они работали или работают. У них есть… они ходят в больницу, они ходят в магазины, они ходят много куда. И у них есть соседи. И они еще в соцсетях находятся, и там тоже есть друзья и знакомые. Вот в список знакомых входят все, кого вы знаете в лицо. Даже если вы не знаете фамилии, вы знаете имя, вы составляете этот список знакомых. Очень многие знают, что необходимо составлять список знакомых, но очень многие этого не делают. Но принцип сетевома – это принцип MLM бизнеса – это составление список знакомых. И вы приходите к этим людям и в первую очередь этим людям предлагаете или бизнес, или каталог, или они становятся вашими клиентами, или они становятся вашими партнерами. Именно из списка знакомых вы можете найти максимальное количество людей, которые вам доверяют. Они вас знают в лицо, они уже начинают вам доверять. Есть же и холодный метод, поиски разные там, и соцопросы, и все остальное. Но мы сегодня будем говорить именно про список знакомых. Почему именно список знакомых? Потому что те люди, кто составил список знакомых, они очень быстро поднимаются по карьерной лестнице. А мы с самого начала с вами говорили о том, что необходимо или сделать квалификацию директора, или необходимо из своей квалификации директора, на которой много лет сидишь, вырваться в другую категорию, в другое направление и в другие квалификации. Понятно? Поэтому составляю список знакомых. Дальше. Вы его составляете и постоянно пополняете. У вас всегда на вашем жизненном пути встречаются новые люди. У вас всегда кто-то появляется, с которым вы разговариваете, с которыми вы начинаете общаться. У вас бывают какие-то коммуникации, встречи, мероприятия, все остальное. И люди появляются. И вот этот список знакомых необходимо постоянно пополнять. Я рекомендую вам, третье, чтобы составить список знакомых, завести тетрадь. Лучше это, если эта тетрадь будет как ежедневник, чтобы она была вот такая толстая, чтобы она была в твердом или кожаном переплете. Это те люди, которые принесут вам деньги. Это те люди, которые вместе с вами изменят свою жизнь. И поэтому эта тетрадь должна быть отдельной, не тоненькой, не вот такой. Даже вот это общее, это мало. Потому что ваш список знакомых, ваша задача заполнить всю эту общую тетрадь на протяжении своей жизни. И пусть это будет все в одном месте. Что необходимо в списке знакомых? Первое. Я просто вам покажу. Фамилия, имя, отчество. Даже если вы это не знаете, вам необходимо узнать имя, отчество. Потому что людям очень приятно, когда вы их называете по имени, отчество. Это первый момент. Второй момент. Очень часто бывает попадаются фамилии одинаковые, имена одинаковые. Если не будет отчества, вы не будете понимать, кто это. Это когда вы составляете небольшой список знакомых, тогда вы понимаете, кто это. Но очень часто в этот список попадут новые знакомые с такими же фамилиями, с такими же именами. У меня в структуре есть однофамильцев огромное количество. Смотрите. Дальше. Телефон. Телефон и контактный телефон. Обязательно. Контактный телефон. Потому что у человека может отключиться телефон. У него могут закончиться деньги. Он может быть в другой стране. А вам нужно какую-то информацию передать. Поэтому обязательно записывайте контактный его телефон. Дальше. Адрес. Что значит адрес? Если это ваш близкий родственник, вы можете записать вообще адрес. Если это, например, какой-то продавец в магазине, вы записываете адрес, где он работает. Если это в соцсетях, вы пишите город. В каких соцсетях и какой город. То есть адрес это то место, где вы его нашли. Где нашли? Где нашли? Или где вы можете его найти? Понятно? Дальше. Что здесь еще необходимо? Здесь обязательно необходимо примечание. Примечание. Что в этом примечании? Здесь вы можете описать краткую характеристику об этом человеке. Какая возрастная категория. Например, 18 лет или 35 лет. Мужчина, женщина. Вы пишете шустрый, бойкий. Или, например, спокойный, очень уравновешенный. Любят. И тут очень важно, если вы запишите не просто его характеристики, как вы характеризуете его, как вы его видите. Может быть, вы близко с ним знакомы, а может быть, слегка знакомы, сосед какой-то. И вы какую-то характеристику по поводу него знаете. Но здесь очень важно, чтобы вы записали еще его ценности. Часто бывает, что очень сложно узнать ценности другого человека, если мы с ним не познакомились. Вот ваша задача будет, когда вы напишите определенного человека, с ним поближе познакомиться и узнать его ценности. Если вы будете знать его ценности, чем он живет, что он любит, семья у него, или рыбалка, или он любит политика, или религия. Вы будете понимать, на что вам нужно делать акценты, а на что категорически нельзя. И это очень важно. Потому что, когда вы будете смотреть на какого-то определенного человека, вы будете понимать, как с ним разговаривать. Чтобы разговаривать на его языке, чтобы дать ему полезность, то, что его заинтересует. Дальше, что вы должны сделать, это да и нет. Когда вы начнете прозванивать список знакомых, то вы что будете делать? Вы будете отмечать, сказал да. И лучше, если вы напишите дату. Но когда сказал да, это не так важно. Когда сказал нет, вот здесь вы пишите дату. Например, 15-е, такое-то, такое-то, такого-то года. Зачем это надо? Дело в том, что человек из вашего списка, когда сказал нет по поводу фабрлик, вы к нему обращаетесь через месяц. Потому что в этот момент, возможно, у человека было плохое настроение. Возможно, человек вообще ничего не хотел. Какой фабрлик? Какая вот, вот кто вы? Ему вообще не до этого было. Может, у него болела голова. Может, у него были какие-то задачи. И его уши были закрыты. И вы до него не донесли. А еще есть другой момент. Вы начинаете работать со списком знакомых и начинаете делать ошибки. Никто не застрахован от ошибок. Вы нарабатываете навык. И за счет этого получается, что раз вы нарабатываете навык, соответственно, когда вы ему через месяц позвоните, у вас уже выстроится определенная технология разговора с людьми, вы уже будете понимать гораздо больше, и вам гораздо проще ему будет предложить совершенно в другом формате. И вот в тот момент, возможно, он захочет с вами говорить раз. А второе, возможно, вы сможете донести ту информацию, которую вы хотели до него донести. Понятно, о чем говорю? Составляем список знакомых. Смотрите. Следующий пункт. В списке знакомых должно быть не менее 100 человек. В некоторых компаниях прямо говорят, составьте 1000 человек. С одной стороны, это абсолютно правильно. С другой стороны, я понимаю, что для некоторых даже 100 человек написать это проблема. А уж 1000 гораздо проблематично. Но мы же с вами заводим тетрадь, в которую постоянно будем пополнять. Так вот, рекомендация. Начните записывать в тетрадь тех людей, которых вы помните. Если вы даже, предположим, помните имя, где живет, и его примечания, ценности его, но не знаете телефон, записывайте без проблем, потом узнаете. Дальше. Вы записываете всех, кого знаете. Вот в лицо знаете, где-то встречали. Пишите всех подряд, родственников, всех. Теперь, смотрите. У вас может быть такая ситуация. Эта тетрадка у вас красивая, вы красиво там записываете, вы конкретно выделяете на каждого человека определенное расстояние. И чтобы не испачкать эту тетрадь, потому что она будет вам на многие года полезна, что вы делаете? Вы всегда с собой носите листочек. Простой листочек. Вы его складываете, как хотите. Скомкиваете, в кармашек положили, в сумочку положили. На кухне он у вас лежит, когда вы делаете какие-то дела. Телевизор вы смотрите, он лежит в определенном месте. Зачем? Объясняю. Например, вы делаете какие-то дела, и вдруг вы вспоминаете кого-то. Опа, я вспомнил. Вы берете, и не важно, какие руки у вас. Может быть, вы готовили еду, и у вас жирные руки. Ну, испачканные. Вы просто берете и записываете в этот листочек этого человека. Идете ли вы куда-то на работу или в гости, и вдруг кого-то вспоминаете. Вы записываете в этот листочек. Вы делаете пометки. И этот листочек будет потом замызганный, закомканный, пока вы его не закончите. Зачем это надо? Когда вы записали, то в конце дня обязательно этих людей перенесите в свою тетрадь. Именно по вот этим направлениям. Понятно? Обязательно переносите, но уже красиво и аккуратно. Чтобы у вас были красивый и аккуратный список знакомых и полная тетрадь. Придумайте соревнования со своими консультантами. Кто больше напишет в список знакомых. Шикарная идея, потому что очень многие говорят, да ну зачем мне это надо? Пусть это будет соревнование. Устройте для своих консультантов такое соревнование. Представляете, как здорово. Они и подарки получат, и списки знакомых составят. И тогда у вас есть фронт работы, как для вашего консультанта. Точно так же и для вас. Дальше. Следующий пункт. Так. Когда вы это все сделаете, возможно, вы сделаете не 100 человек. Возможно, вы напишите первые 10 каких-то, или 20, или 30 человек. Следующий пункт, который вам очень важно, необходимо сделать. Так, давайте я перелистну, потому что вам не будет видно. Важный пункт следующий. Так, он у нас будет пункт 5. Важно. 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 Выделите 6 людей. 6 людей. Что это за люди? Это те люди, которые, как вы, не удовлетворены тем, как они живут. Это те люди, которые не просто не удовлетворены, а пробуют разные способы, чтобы изменить и улучшить свою жизнь. Это как раз те люди, которые говорят, вот найти бы какую-нибудь нормальную работу, нормальный доход, нормальный заработок и вообще все изменить в своей жизни. Вы понимаете, что это те люди, которые действительно всегда стремятся к чему-то большему, чем все остальные. Найдите таких 6 людей среди своего списка знакомых. Недавно к нам приезжали Светлана и Олег Заварухины, мы им очень благодарны, они давали нам школу по лидерству только для лидеров. И они давали школу по бизнесу. И когда мы начали считать наше население в моем городе, ну вот где я проживаю, взяли население и разделили это на тысячу. И увидели, нет, сори, взяли количество населения и взяли статистику, которая у нас в нашем городе на одного человека, сколько консультантов. Мы были поражены. Оказывается, в том городе, в котором я проживаю, и очень многие консультанты мне говорят, да тут уже все в Фаберлик. Оказывается, один консультант, один и три консультанта на тысячу населения. Представляете? На тысячу человек. Это получается, что даже если не брать тысячу, взять даже пятьсот, из этих пятиста человек, вы шестерых самых важных найдете однозначно. Если вы просчитаете свое население и узнаете статистику у своего наставника, сколько консультантов на ваш город, вы будете поражены, что непаханное поле. А представляете, в каждом городе столько. И когда мне кто-то говорит, да уже некого брать. Да как это некого? Да в интернете даже еще не все охвачено. Да в городах не все охвачено. Поэтому это непаханное поле. Найти шесть самых важных тех людей, которых вы пригласите к себе в партнеры. К себе в партнеры. Конечно же, кто-то у вас согласится, кто-то скажет, я хочу, и не факт, что он будет делать. Естественно, вы не застрахованы от этого. Но и вы не пострадаете от этого. Потому что все равно человек включится в компанию, он будет или продавать, или будет пользоваться, он все равно будет вместе с вами. Но, если у вас, например, шестерых, которых выделили из списка знакомых, из этих шестерых у вас кто-то откажется или просто придет как привилегированный, то нужно следующих из списка знакомых добавить, чтобы набрать шесть. Понятно? Набрать, выделить шесть. Дальше. Таких же, как вы. Самых-самых. Вот давайте я подпишу. Самых-самых. Дальше. Шестой понус. Прозвоните этих шестерых в последнюю неделю периода. Помните, мы на прошлом занятии говорили с вами, что нужно составить список. Список людей. И в последнюю неделю периода нужно сделать задел на новый период. И как личный объем, точно так же мы и готовимся к новому периоду с людьми. Понятно? Поэтому вы прозваниваете их прозвонить в последнюю неделю, неделю периода. Если вы это сделаете в последнюю неделю, прозвоните этих шесть человек, то вы точно уже услышите от людей, которые согласились, которые нет. И у вас есть прекрасная возможность следующих отметить и следующих прозвонить. То есть у вас на новый период будет шесть человек самых-самых. Понятно? А с которыми вы назначите встречу. Следующий пункт. Следующий пункт. Назначить встречу на первую неделю периода. Назначить встречи. На первую неделю периода. Ну вот как пример. Я записываю это видео и у нас сегодня буквально завтра закончится период одиннадцатый. Соответственно, получается как? Заканчивается период одиннадцатый и соответственно наступает период двенадцатый. Вот последняя неделя одиннадцатого периода вы пишете и прозваниваете. А назначаете встречу на двенадцатый период. Понятно, о чем говорю? Следующий пункт. Восьмой. Встречаетесь индивидуально с каждым. Встречаетесь индивидуально с каждым. Зачем это? Сейчас объясню. Когда вы просто приглашаете в компанию Фаберлик, когда вы просто приглашаете в сетевой, когда вы просто регистрируете человека, то это можно делать презентации. Понятно? Но, вот если вы берете шесть таких людей самых-самых, то у них у каждого будут свои какие-то. Какие-то проблемки, какие-то заморочки, какие-то пожелания, какие-то задачи. И когда вы разговариваете с ним индивидуально, то вы более погружаетесь в него, а он более погружается в вашу информацию. И тогда он будет более раскрепощен, более открыт перед вами, чем вы посадите большое количество людей, и в конечном итоге они будут стесняться друг друга, потому что это ваш знакомый, но не его знакомый. А здесь вы индивидуально с ним беседуете. Но запомните одно правило, что ни в коем случае нельзя очень долго беседовать с человеком. Смотрите, сколько нужно. Вообще есть такое правило. 40-1 час. Можно за полчаса, но я думаю, что вы навряд ли успеете рассказать ему все преимущества компании. Вы навряд ли сможете узнать все пожелания, какие ему необходимы. И вы навряд ли за более короткий срок побеседуете с ним так, чтобы действительно его направить на определенный уровень и на движение. Итак, 40 минут или 1 час – это то время, как вы с ним разговариваете. По сути, если 6 человек, то получается в среднем 6 часов. По сути, это можно сделать за один день. Правильно? Но это будет зависеть от вас. Возможно, вы назначите троих на один день, троих на другое время. Как вам удобнее? Это вы уже сами планируете. Следующий пункт. Следующий пункт. Важно. Важно. При встрече. Сейчас, секундочку. При встрече. Вы определяете. Вы определяете. Это ваш партнер или нет. Вам с ним по пути или нет. Может быть, это просто человек желающий, но на самом деле он не пойдет вместе с вами к большим высотам. Важно на этих встречах понять, это ваш партнер, это ваш будущий директор или нет. Понятно? Партнер. Партнер или нет. Конечно, вы можете не гарантировать того, что человек проявит себя так, что в конечном итоге вы поймете сразу же. Но в любом случае, уже беседуя с человеком, вы увидите многие моменты, которые вас или утвердят в решении, что это самый-самый, и это ваш партнер, с которым вы будете двигаться, или наоборот не утвердят. Некоторые делают определенные анкетки, которые предоставляют человеку, чтобы понять. Но я раньше анкетки делала, а сейчас я все-таки сторонник общения. Сторонник, как говорит Олег Заварухин, про жизнь, о жизни. То есть надо очень важно поговорить, найти то самое-самое сокровенное, которое человеку не дает покоя. Именно то желание, к которому он будет стремиться, которое можно прописать. Итак, важно при встрече определить, вам с ним по пути или нет. Вам с ним по пути. Не ему с вами, а вам с ним по пути или нет. Потому что ваш путь большим квалификациям. И не факт, что его путь туда же. Понятно? Поэтому нужно выстроить беседу так, чтобы понять это. Об этом мы будем говорить позже. Об этом в следующие уроки. Мы сейчас важные факторы, конкретные, необходимые факторы записываем и изучаем, что нужно сделать. А потом мы будем рассматривать другие моменты. Итак, партнер или нет? Так, у нас здесь девятый пункт. Теперь переходим к десятому. Десятый пункт. Составьте схему вашей встречи. Встречи бывают абсолютно разные, поэтому сегодня я не буду рассматривать, какие схемы бывают. Это, знаете, о чем? Что вы первым делом сделаете? Что вторым делом, о чем будете говорить? Что третьим? Когда презентация будет вставлена, составьте схему вашей встречи. Хорошо? Вы смотрели все мое видео, где работа с клиентами, это практически то же самое. Уявление потребностей и предложения. Но встречи бывают абсолютно разные, и люди абсолютно разные. И очень важно быть, знаете, как лояльным, и очень важно быть на определенной встрече, ситуационно применять какие-то слова другие, или какие-то определенные взгляды. То есть очень важно составить схему, по какому направлению вы будете проводить эту встречу. Что в это входит? Я несколько пунктов накидаю, чтобы вам было проще. Приоритеты. Что значит приоритеты? Если вы набираете команду партнеров, будущих директоров, то ваша вся речь, ваше все взаимодействие должно выстраиваться на привлечение, на увлечение, на объяснение и на рассказ, каких результатов можно достигнуть в компании Фаберли. То есть приоритеты. На что вы будете ставить акценты. То есть вам нужно сделать себе пометки, на какие акценты вы будете ставить в этой беседе. Акценты я напишу. Следующее, на что необходимо обратить внимание. Вы должны обязательно прописать презентацию возможностей компании Фаберлик. Презентацию возможностей Фаберлик. Что значит презентацию возможностей? У нас есть бонусные программы. Все будет зависеть от тех приоритетов, куда вы приглашаете. Если вы приглашаете действительно в бизнес, то тогда вы не пишете маркетинг-план, рисуете шарики. Человек не поймет. Вы не говорите структуры и все остальное. Вы просто рассказываете, какие три возможности есть в компании Фаберлик. Какая бонусная программа, быстрый старт и все остальное. Я вам об этом рассказывать не буду, потому что это все есть в нашем личном кабинете в разделе бизнес. Зайдите туда, почитайте, какие бонусные программы существуют, какие есть возможности, какие бонусы, подарки и все остальное. Какие выплаты. И составьте краткую, краткую, но очень красочную презентацию, о чем вы будете рассказывать. Что может получить человек, когда он будет двигаться вместе с вами, и если он будет делать то, те задания, которые вы ему дадите. Вот что важно. Вы будете ему давать задания, вы будете его обучать. И очень важно, что он будет выполнять. Вы должны показать, если он будет выполнять, ваше задание, к чему он придет, и в какие сроки это возможно. Возможно, человек более длительно будет двигаться к этому. Но в любом случае, вам нужно показать максимальные выплаты, максимальные доходы и максимальные преимущества его, а не свои. Понятно? То есть вам необходимо составить презентацию, от которой в компании. Продолжение следует... Следующие. Следующие. Это преимущество сотрудничества именно с вами. Сотрудничество именно с вами. Что здесь может быть? Возможно, у вас есть какой-то проект, в который вы его приглашаете. Раз. Если вы все-таки больше как начинающий, и у вас еще нет каких-то проектов, обязательно обратитесь к наставникам. У них могут быть проекты, в которых вы включите этих людей. И проговорите. Вот я сейчас буду набирать себе команду партнеров. Мне очень важна ваша помощь, наставник, дорогой мой. И очень важно, чтобы я их строила в какие-то мероприятия, в какие-то проекты, чтобы люди могли получать информацию. Это могут быть ментальные спонсоры. Ментальные спонсоры. Что значит ментальные спонсоры? Предположим, вы находитесь в каком-то городе, обслуживаетесь на каком-то агентском пункте. Они не являются вашими наставниками, но вы хорошо сотрудничаете, вы замечательно общаетесь, вы помогаете держателю агентского пункта, и он проводит определенные обучения, и вы можете договориться с ним, чтобы включить своих людей в его обучение. Но надо договориться, обязательно, потому что он не заинтересован в вас. Ментальный спонсор не получает с вас доходов. Но держатель агентского пункта заинтересован в вас. Почему? Потому что товарооборот его агентского пункта может принести ему замечательный доход от компании, премиальный. Дальше, смотрите, какой момент. Ментальные спонсоры. Теперь еще кто? Сейчас скажу. Или ваш регион. Что значит ваш регион? Бывает, что, например, вы живете в крупном городе, и, предположим, большой этот город проводит какие-то общие мероприятия, на которые вы можете пригласить своих людей. Может быть, есть региональные какие-то мероприятия, какие-то семинары, какие-то обучающие программы. Поэтому продумайте, какие преимущества сотрудничества именно с вами вы можете предложить. Конечно, если бы вы вот это убрали и создали свое, это был бы ваш огромный плюс. Но если у вас все-таки этого нету, то, пожалуйста, вы можете предложить ему сказать, что я вас буду сопровождать, я буду вас обучать, я буду вас направлять, чтобы вы достигли всех результатов, о которых вы мечтаете. И вы должны взять за руку этого человека, не знать, что с ним везде ходить по людям. Это значит, что вы будете помогать ему, помогать встать на ноги, помогать научиться самому самостоятельно проводить эти обучения, и вы будете ему помогать как партнер. Вы будете сотрудничать вместе, взаимодействовать вместе, и он всегда сможет обратиться к вам за помощью и с вопросами, а вы на них ответите. Понятно? То есть вам нужно продумать, что именно в вас уникального, что вы можете предложить этому человеку, почему сотрудничать необходимо именно с вами. Следующее. Необходимо определение проблемы. Проблема приглашенного. Возможно, это богатый человек, у него достаток в деньгах, но у него нет общения, у него нет признания, ему скучно жить. Возможно, вы определяете эту проблему и предлагаете решение именно его проблемы. Возможно, это бедный человек, ему нужны доходы, ему нужны денежные доходы, ему нужно уже в конце концов встать на ноги, рассчитаться с кредитами и многое другое. Вы выявляете эту проблему и строите именно взаимодействие с ним на решение его проблемы. Возможно, это девушка, которая замужем, и муж у нее богатый. И она как в золотой клетке, ей не хватает общения, она уже устала быть домохозяйкой, пусть даже в золотой домохозяйкой. Ей хочется общаться, ей хочется куда-то поездки. И вы определяете ее проблему и решаете, как вы можете решить и что вы можете предложить этой девушке. Но для себя в составлении схемы вы просто берете и прописываете это, какие возможности вы можете предложить. То есть, знаете как, вам необходимо представить, вы же 6 человек написали, вы же знаете, кто они, вы же догадываетесь, какие у них могут быть проблемы. И вам заранее необходимо, чтобы у вас было прописано, что вы можете решить. Но только не навязывайте свою точку зрения. Если вам нужны деньги, это не факт, что им нужны деньги. Если вам нужно общение, это не факт, что им нужно общение. Понятно? То есть, вы ориентируетесь на того человека, которого приглашаете. Поэтому индивидуальная встреча дает больше результата. Дальше. Так, следующий пункт у нас получается, так, подождите, 11. 11 пункт. Сама регистрация. То есть, человека вы убедили, он захотел идти вместе с вами, он уже прям горит и желает этого, поэтому вам необходимо обязательно записать данные этого человека. Это не значит, что вы сразу его регистрируете. Если, конечно, у вас есть компьютер, сразу перед глазами вы можете внести, но это все равно займет какое-то время. Чтобы человека не задерживать, вы просто записываете те данные, которые необходимы для регистрации. И говорите, я вам внесу ваши данные, вам придет 2 смс, одну вы отправляете мне с кодом подтверждения, а вторая смс с номером и паролем, пожалуйста, ее сохраните. Это будет возможность входа в личный кабинет. Понятно, про что говорю? То есть, сама регистрация. Здесь пометку сделаю, с кем вам по пути. Очень часто многие стараются всеми путями, вот прям вот, ой, лишь бы только зарегистрировался. Не вздумайте этого делать. Ну зачем вы это делаете? Не лишь бы кого-то. Если вы понимаете, вам с этим человеком по пути, регистрируйте его. Тогда вы начнете с ним работать. Если вы понимаете, что человек отпирается, отбрыкивается и не хочет, ну, не портите ему настроение, не портите свое настроение. Оставьте его в разряде клиентов, но не готов он. Может наступить такой момент, когда, знаете, как в фильме «Бриллиантовая рука», клиент созрел. Клиент может созреть в определенный момент. В моей жизни была такая ситуация, когда, ну, определенные мои знакомые говорили, ой, да что ты, какой фаберлик, бог с тобой. Да зачем мне это надо? Ну, когда прошло много лет, и когда они увидели, они говорят, ты до сих пор фаберлик? Я говорю, до сих пор. Они говорят, и что? И тебе нравится? Я говорю, замечательно. Когда сейчас мне задают вопрос, и что ты, только фаберлик работаешь? Я говорю, да. И они говорят, и твоя купленная машина, которую ты купила, это все благодаря фаберлике? Я говорю, ну да. Если я только в фаберлик работаю. И, а твоя шуба, это тоже фаберлик? Я говорю, ну да, я заработала, я смогла поехать туда, столько стран увидала, здесь машину смогла купить, сдала на права, все сделала, ремонт делаю в квартире, и многое другое. Когда люди начинают видеть не просто ваши слова, а результаты ваши, а результаты не заставят себя ждать, если вы будете регистрировать только тех, с кем вам по пути. Потому что вы сэкономите время на тех людей, и с ними в спарринге прям, рука об руку пойдете к достижениям своих целей и его целей. Поэтому регистрируем только тех, с кем вам по пути. А не делаем перепись на селение. Потом он сам придет. Если даже не придет, это его выбор. Ради бога. У каждого есть свой выбор. Смотрите, следующий пункт. Двенадцатый. Только после того, когда вы запишите его данные, и чат четко сказал, я хочу быть с тобой, я пойду с тобой, только после этого вы даете задание. Но это все в одну встречу. Понятно? Помните, я говорила, 40 минут или час. Поэтому распределите вот это время, чтобы понимали, чтобы успели. Не надо человека долго держать. Он устает. Внимание его рассеивается. Вы сами устанете. Ни результата, ни толку, ни пробку. Только после регистрации, точнее, после записывания данных, вы назначаете с ним следующую встречу. Следующую встречу. Что значит назначить следующую встречу? Вы его приглашаете на обучение. Какие должны быть встречи, какие должны быть обучения, мы будем говорить на следующем уроке. То есть мы потом там поговорим. Сейчас мы просто с вами делаем акценты, что вам необходимо будет делать. Потом разные пункты и детали мы будем рассматривать в следующих обучениях. Итак, вы назначаете следующую с ним встречу на обучение. Желательно, чтобы эта встреча была или через 2 дня, или через 3 дня. Не давайте много времени человеку, иначе он сдуется, у него настроение испортится, и все остальное. Понятно? На обучение. Мы там потом дальше рассмотрим. Итак, 8, 13 пункт. Вы назначаете встречу и даете задание. Домашнее задание. Что за домашнее задание? Организовать 100 баллов. Вот здесь я напишу первое. Первое. И организовать 100 баллов. Помните, мы на прошлом занятии с вами говорили, как организовать 100 баллов. Многие на прошлом занятии, наверное, подумали, зачем нам это нужно? Потому что вы будете приглашать на встречу, вам необходимо это делать. Поэтому вам нужно ему дать задание организовать 100 баллов и рассказать тот урок, который я вам на прошлом занятии дала. Понятно? Или тот опыт, который передать, который вы уже сделали. Второе. Второе. В вашем присутствии составить список 6 людей. в вашем присутствии составить список. Помните, мы с вами там писали 6 самых-самых. У вас уже есть опыт по этим, как вы 6 человек нашли, по каким параметрам, по каким критериям. И очень важно, чтобы он написал этих людей и чтобы он охарактеризовал их при вас. Чтобы он сказал, вот это такой-то, такой-то. А вы уже как наставник ему скажете, да, слушай, это точно, наверное, он самый, давай записываем. Или, например, вы скажете, нет, ты знаешь, давай мы его оставим как клиента или как привилегированного покупателя, потому что он навряд ли сможет вот это, вот это. У вас уже будет какой-то момент опыта беседы с вашими 6 людьми и, соответственно, вам гораздо проще ему будет помочь, чтобы он в вашем присутствии написал этих 6 самых-самых. И вы ему рассказываете, как это сделать. Помните? То есть в первый же день, когда вы проводите вот эту встречу, вот первую самую, вы обязательно даете такое задание. Он при вас это делает. Третье. Вот здесь. Третье. Даете ему 2 дня, 2 дня прозвонить, прозвонить вот этих 6 самых-самых. Понятно? То есть прозвонить вот этих вот. И назначить им встречу. Прозвонить и назначить им встречу. И сейчас я подпишу. Встречу с вами. Он, конечно же, должен с вами договориться и назначить им дату какую-то. Вы должны ему проговорить, что в какие дни вы свободны. Потому что вот эти 2 дня он прозванивает. И после этих 2 дней вы должны сказать, я вот в это время свободна, я в это время свободна. Тебе необходимо обязательно, когда ты прозвонишь человека, на какой-то день назначить мне обязательно сообщить, чтобы не получилось так, что ты привел человека, а я занята или занят. Понятно? То есть он должен назначить, прозвонить за эти 2 этих 6 людей и назначить с вами встречу. Почему 2 дня? Потому что человеку надо сориентироваться. Это раз. Второй момент. Он начнет прозванивать этих 6-х, а там, например, трое откажутся. Но он-то должен привести 6. Он должен 6 человек привести. И, соответственно, он будет кого-то других еще добавлять, чтобы привести к вам 6 своих знакомых. Самых-самых, которые пойдут вместе с вами. Понятно? И смотрите. И вы, и четвертое, перелесну сейчас, потому что здесь не видно. Четвертое. Вы ему говорите, что говорить будете вы, а он будет учиться. Говорите вы, он учится. Поэтому вы ему даете задание, чтобы он с собой принес тетрадь и ручку. Когда вы будете говорить, он должен тихонечко сидеть и записывать. Как вы говорите, о чем вы говорите, какие-то пометки делать. И потом вы сможете разобрать с ним эти пометочки. Понятно? Потому что ему необходимо научиться проводить встречи. И когда вы 6 встреч рядом с ним проведете, и 6 встреч он посидит, он увидит, как вы реагируете на ситуацию. Как вы, например, делаете с человеком, решаете возражения. И у него уже появится вот такой момент. Потому что вы ему проговариваете. Пятый пункт. Вторую встречу провожу я. Третью встречу проводишь ты. Что значит третью встречу? Это значит, что когда он проходит эти 6 встреч, то говорите в основном вы. Но когда вы проведете две встречи с его людьми, он должен на третью встречу попробовать сам поговорить. И если не будет у него получаться, то вы будете рядом и поможете ему. И дадите какие-то рекомендации. Может быть вступите в разговор, если увидите, что он в неправильном направлении ведете. И получится. Если у него получается третья встреча, то четвертую, пятую и шестую он проводит. Если у него не получается в третью, то в четвертую он пробует, а вы на подспорье. Если не получается в четвертую, то он пятую пробует, а вы на подспорье. Важно другое. Вы вместе делаете тренинг совместного действия. Помните, мы с вами в прошлом видео говорили, что существуют тренинги совместного действия. благодаря тому, что вы рядом с ним. И где-то вы говорите, а где-то он говорит, где-то он обучается, а где-то вы его поправляете и даете возможность не то, что говорите, что ты неправильно говоришь, а просто аккуратненько приводите клиента к тому, чтобы он захотел быть вместе с вами. Понятно? Поэтому вот это, вот все, что мы с вами записали, вам необходимо прописать после этого видео. Составьте схему ваших встреч с вашими шестью людьми и схему, и эта схема же будет идти один в один такая же, которую вы им передадите и уже с его людьми. Понятно? А теперь я на этом заканчиваю этот урок и мы с вами встретимся на следующем уроке. И следующий урок это подготавливаемся к обучению и встречам. У нас будет конкретная подготовка, что нужно делать, какие направления надо делать. Мы там уже более глубоко начнем обсуждать. До новых встреч! С вами была Курячья Татьяна.